Как реализуется приоритетный проект президента эффективный агропромышленный комплекс в Маграмкенском районе? Чтобы найти ответ на этот вопрос, заместитель председателя правительства Шарип Шарипов и замминистра сельского хозяйства Шамиль Бахарчиев посетили с рабочим визитом муниципалитет. Они осмотрели несколько строящихся объектов, а после провели совещание. Все подробности у Сакинат Малаевой. Это одна из площадок будущего комплекса по выращиванию птиц. Всего их четыре. Пока идет заливка фундамента, подготовка траншей для возведения конструкции. В итоге сам проект подразумевает полный замкнутый круг производства и переработки около 4,5 тысяч тонн продукции в год. Срок сдачи объекта – август следующего года. Параллельно со стройкой разрабатывается программа обучения специалистов. В проекте мы планируем привлекать специалистов и сотрудников Республики Дагестан. Количество человек, обслуживающих данное предприятие, более 95 человек, плюс сопутствующие службы. На птицекомплекс «Экопродукт» возлагаются большие надежды. Это частичное решение проблемы по безработице и заполнение рынка необходимой продукции. Сегодня в Республике потребность к куриным мясе удовлетворяется всего на четверть. Но самый главный плюс предприятия здесь будет впервые оборудован убойный цех. Мы сегодня вынуждены забивать дедовскими методами птицу, а это современные технологии. Приоритетный проект, когда такого масштаба и такого уровня приходит, привлекаем в экономику Республики, Республика стороне не остается. Мы будем за счет республиканского бюджета подводить внеплощадочные инфраструктурные объекты. Еще один проект достойный внимания – интенсивный сад из ПК «Гарант». Вот эти деревья посадили прошлой осенью, но уже в этом году удалось собрать урожай. Более того, эти скороспилки готовы конкурировать с любыми другими видами. «Смотри, какое вкусное. Это не то, что как начек, они намного вкуснее здесь. Сегодня половину своей потребности в плодах не подкрываем в Дагестане. Поэтому продукция будет востребована на рынке». Загидин Ахметов – потомственный садовод. В прошлом году решил попробовать новый метод – интенсивный. Посадил три гектара. Эффект превзошел все ожидания. В этом планирует увеличить площади еще настолько же. Однако до сих пор не догадался взять субсидии. Говорит, не знает как. Да и времени не было. Вице-премьер поручил местной администрации таких земледельцев выявлять и помогать им в оформлении документации. «Вам буквально неделя подготовить необходимые документы? Вот, Мусафин Диадон Меджидович, вот неделя. Вот в течение недели время терять не надо. Представьте, пожалуйста, документы и пусть человек получает то, что он заслужил». Делегация также побывала на перерабатывающем предприятии Магарамкенского района. На заводе сейчас не самые лучшие времена. Закончился срок лицензии, а продлить – целая проблема. «Лицензия срок закончился, а сейчас требования, они очень жесткие, они придираются ко всему». В этом тепличном хозяйстве томаты посадили во второй раз. С одного гектара удалось получить 60 тонн помидоров. Однако сегодня такими цифрами, тем более в закрытом грунте, никого не удивишь, отметил вице-премьер. Пора устанавливать современное оборудование и переходить на новые технологии. А для тех, кто не боится и готов на это, в Министерстве сельского хозяйства на оборудование предусмотрены субсидии. Сегодня в Дагестане очень активно идут строительства теплиц. Люди создают современные конструкции. И при том на них можно получить субсидии, возмещение. И урожай лучше, и условия работы лучше. После осмотра всех объектов в администрации муниципалитета состоялось совещание. Здесь говорили о необходимости правильно информировать сельхозтоваропроизводителей о государственной поддержке, о необходимости правильно вести учёт обрабатываемой земли и получаемой продукции.